Мухаммад, Мухаммад, Салату и Салам Наш путь — это сахбет, и в собрании заключено благо. Месяц Мухарам — это священный месяц, и самый священный в нем день — это десятый Мухарам. Вот почему наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал нам поститься в этот день. Это не фарт, это совет. Он дает нам огромную пользу в Ахирате. Тогда нам будет сообщена благая весть о рая. Кто бы ни постился в этот день, ему будет сообщена благая весть о рая и прощены грехи за прошлый год. Из милости к нам Аллах создает такие возможности, чтобы простить нас. И это одна из них. Если вы будете каяться и просить прощения каждый день, ваши грехи будут прощены. Ангелы не записывают их до тех пор, пока не пройдет 8-10 часов, чтобы люди раскаялись и попросили прощения, и тогда их грехи будут прощены. Если они этого не сделают, эти грехи запишутся им. Таким образом, прошлогодние грехи прощаются в день Ашуры тем, кто забыл или проигнорировал их. Но вы не должны поститься только один день, в день Ашура. Вы должны поститься либо 9-го и 10-го, либо 10-го и 11-го числа. И грехи прошлого года будут прощены, и с вас снимется тяжесть. Конечно, это только за прошлый год. На следующий год мы должны снова просить прощения, чтобы наши грехи были прощены нам. Нашему святому пророку в Суре Аль-Фатх Аллах сказал, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы он довел до конца свою милость к тебе и провел тебя прямым путем. В любом случае, пророки безгрешны. У них нет грехов. Непогрешимость означает, что они не совершают грехов. Нет такого человека, который никогда бы не грешил. Аулия, Сахабы и Ахлю Аль-Байт — все они рангом ниже нашего святого пророка. У них нет этой непогрешимости. Некоторые люди думают, что Аулия не совершают ошибок и грехов. Они совершают. Они — слуги Аллаха. Аллах создал людей, совершающими грехи, чтобы прощать их. Однако пророки, которые созданы как особенные, не имеют ошибок и грехов. Потому что, если бы у них были грехи, люди бы их не ценили. Несмотря на то, что наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не совершал никаких грехов. Он произносил «Астахфирула Аль-Азин» 70 раз в день. Наш святой пророк просил прощения, чтобы показать и дать нам урок. Несмотря на то, что у него не было грехов, он все равно раскаивался и держал истекфар. Поэтому мы тоже каемся и просим прощения каждый день. Наш пост в день Ашура, 9 и 10 числа, дает нам большое преуспеяние, инша Аллах. Аллах Азаваджала одарит нас великими наградами в Ахирате. На самом деле, гораздо лучше, если вы будете поститься с 1-го в 10-е число. Если нет, то, по крайней мере, постите с 9-го и 10-го или 10-го и 11-го числа. Потому что вы не можете поститься только один день. Наш святой пророк сказал, если я доживу до следующего года, я буду поститься 2 дня. Он не дожил, но тем самым советовал нам это делать. Да будет Аллах, доволен всеми вами. Это священный день. Некоторые люди говорят, что это плохой день. Во всем есть добро и мудрость. Это пример, урок и совет для людей. Аллах Азаваджала даровал нам все виды добра. Он даровал этот день уме нашего святого пророка. Тот, кто следует за ним, достигнет добра. Те, кто не следует за ним, знают сами. Да, улучшит их Аллах. Пусть Аллах даст руководство всем нам. В амин Аллахе, Ат-Ту-фик. Аль-Фатиха. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok